Всем привет! Я Рита Мурадова, и это мой канал на YouTube, и сегодня у нас будут новости моды. Это рубрика, я знаю, которую очень многие из вас ждали, но перед этим я оглашу победителя предыдущего розыгрыша. Для тех, кто не знает, в каждом видео до нового года, до 31 декабря у меня будет розыгрыш призов для одного из подписчиков. Победитель предыдущего розыгрыша сейчас появится на экране, я его поздравляю, мы с вами сконтактируем уже в ближайшее время для того, чтобы договориться о передаче вам подарка или отсылки, если вы находитесь вне границ Украины. А я напоминаю, что розыгрыш у нас по всему миру проходит. И в том числе я хочу напомнить, что у нас происходит до сих пор розыгрыш, конец которого 14 декабря, и в этом розыгрыше вы можете выиграть сертификат на покупки на ASOS на 200 долларов, и в общем розыгрыш на 2000 долларов происходит, и ссылку на это видео, это видео с Shopping Vlog, я оставлю внизу. И теперь давайте сразу переходить к теме, которую я думаю, что все ждали, это новости моды. Итак, на повестке дня у нас сегодня следующие новости. Азадин Алая, тунисский известный мировой дизайнер, встречался в 77 лет в Париже, Франции. Мы поговорим сегодня о том, кто он такой, чем он занимался, чем он известен, и почему все модели мира в одну секунду начали писать о нем и говорить о том, что они безумно же сожалеют, что он погиб, потому что у них огромное количество их карьеры связано с ним. Мы об этом поговорим, расскажем, чем ознаменит этот дизайнер. В следующем мы поговорим о показе Victoria's Secret, который произошел уже в Шанхае. Поговорим о том, почему сейчас он неактуален и почему многие протестуют против него. И последнее, о чем мы поговорим, это, естественно, скандальная новость, которая уже происходит в течение полутора последних месяцев приблизительно. Это истории о покушении и сексуальных покушениях, и не только, и вербальных покушениях, в том числе в индустрии моды. Все началось с Харви Лайнстина, и сейчас у нас на повестке дня фотографы Брюс Лейбер и Терри Личардсон. Мы поговорим о том, что они сделали, почему на них напало все у нас веди, и насколько это правомерно. Итак, стартуемся с Дина Лая. Это очень крутой тунисский дизайнер, изначально из Туниса. Он в очень юном возрасте увлекся модой, и он в первую очередь был вдохновлен своей старшей сестрой, которая была для него иконой стиля. Он даже соврал о своем возрасте для того, чтобы попасть в академию школы дизайна. И там, естественно, уже начали развиваться его способности. Потом он попал в Париж, в котором учился, и пробовал стажироваться в нескольких достаточно известных модных домах ровно до того момента, когда открыл свой модный дом, и у него самые известнейшие женщины, люди, влиятельные женщины мира, обшивались. Они у него покупали платья, он шел на них специально. Некоторые приезжали к нему вообще инкогнито, чтобы о них не знали. Причем уникален Азадин Алая, это в первую очередь своими формами, которые он создавал в одежде. Он делал одежду для женщин, это было видно однозначно. Он всегда делал такой крой и уточки, чтобы фигура женщины звучала в первую очередь в наряде, чтобы не превалировать над внешностью девушки. И что очень круто было в нем, это то, что он был безумно скромным. Азадин Алая однозначно был не публичным человеком, особенно после смерти своей сестры, которая для него была просто светилом, иконой. Он вообще ушел на задний план и на какое-то время даже передал большинство своих акций, акций своего модного дома, модному бренду Prada. И уже потом их выкупал. Но что интересно, он действительно был безумно скромным, талантливым человеком. Он работал с огромным количеством нынешних, и не только нынешних звезд, о которых вы могли слышать. И что интересно, он продолжал делать то, что он хорошо умел. А это значит, что в то время, как все просекли штуку о том, что eat bags нужно делать, и парфюмерию нужно делать, и развивать для того, чтобы продавать свой бренд очень эффективно, Азадин Алая продолжала делать крутые, офигенные платья для женщин, которые хотят выглядеть на 150% из 100%. И этим он и был знаменит, он был верен себе, он работал с большинством известнейших моделей. И на самом деле, даже такая интересная история, в 16 лет на Омми Кэмпбелл, на данный момент одна из топ-моделей мира, топ-модель 90-х, приехала к нему жить и очень долгое время жила с ним, и он для нее открыл путь в мир моды, он для нее организовал съемки, и даже как бы представил ее большинству фотографов, в том числе одевал ее полностью. И это замечательная, в принципе, история про человека из Один Алая, очень советую про него почитать, чуть больше даже в Википедии вы сможете узнать. Это человек, который оставался верен себе до последнего момента, у него никогда не было никаких скандальных историй, он был безумно скромным и одновременно с этим невероятно талантливым человеком, и вот он в 77 лет совершенно неожиданно для публики умер, потому что никакой истории его болезни не было. Он умер и оставил за собой огромное наследие, даже, на самом деле, относительно недавно, практически сразу после его смерти, была премия British Fashion Academy, и там Наоми Кэмпбелл давала речь и упомянула Азидину Алаю как своего отца, она его назвала отцом, потому что он был у нее фактически отцом в мире моды, в том числе и в личных отношениях. И это очень интересно, как в то время, как сейчас мы видим, что мода превращается больше в маркетинг, и мода выходит в ответ на запрос человека о том, что бы ему хотелось, и если, допустим, модный дом видит, как Гуччи. Гуччи это однозначно и на данный момент, Александру Микеле это маркетинг-ход модного дома Гуччи, и он сам прекрасный маркетолог, он знает, что нужно давать, чтобы это покупали. Так вот в то время, как сейчас все думают о том, какую суперновую итбэк создать, какой новый парфюм, как это все оформить, как сделать витрины и так далее и тому подобное, Азадин Алая продолжал все время концентрироваться исключительно на истоках, на действительном моде, и многие его называли вообще гуру моды и гуру идеальной посадки за счет того, что его модели, одежда знаменит тем, что они идеально сидят на фигуре. И это безумно интересно смотреть, и интересно, и грустно, на самом деле, смотреть, как уходят гении моды, люди, которые были верны себе, и верны одежде, и верны созданию и продолжению моды как искусство. И интересно, и всегда обидно, честно говоря, что многие узнали о нем и начали узнавать больше о нем, не тогда, когда он умер, а тогда, когда у меня начали говорить. А вот в последние лет 10-15 о нем немного говорили, к сожалению. То есть он продолжал выполнять свою работу, он даже, есть огромное количество случаев, когда он даже там с Ким Кардашин работал, хотя это не то, чтобы огромный показатель, потому что я считаю, что Азадин Алая все-таки чуть более интересный человек, чем Ким Кардашин. И тем не менее, он не был предан огласке большинству времени, он был всегда в тени и просто делал свое дело. И те, кто знали, как сидят его вещи, как они сидят на фигуре, как они ее, подчеркиваю, всегда эти вещи покупали, но он не был, допустим, с такой помпой объявлен в последние годы, как, например, Гуччи, который просто взорвался. Поэтому очень интересно, что происходит с миром моды, как он меняется, и в том числе, как уходят те люди, которые поддерживали его в ранге именно искусства и не маркетинга. Давайте от такой новости перейдем сразу к следующей. Это у нас показ Victoria's Secret, который произошел в Шанхае. И что очень интересно относительно этого показа, первый, он уже произошел, но показы Victoria's Secret происходят следующим образом. Они сначала происходят, снимаются, а уже съемка, смонтированная, красивая, бла-бла-бла, в ноябре, в конце ноября обычно выходит, в начале декабря, насколько я помню. Если вы знаете, в принципе, историю модного дома Victoria's Secret, это вы знаете, что сначала у него был один владелец, который безуспешно пытался раскрутить его, и потом вообще очень грустная история, потому что этот владелец безуспешно пытался раскрутить его, не получилось, он продал этот модный дом нынешнему владельцу, а потом, когда увидел, что нынешний владелец сделал с этим модным домом, и на какой уровень он его вывел, он покончил жизнь с собой убийством. Вот такая грустная история. В истоках Victoria's Secret. Так вот, Victoria's Secret, кто не знает, этот ежегодный показ, скорее, я бы не сказала, что это показ мод, я бы не сказала, что это показ мод нижнего белья, это скорее шоу, в котором, ну, они, в принципе, так и позиционируют, это шоу, в котором девушки, модели, которых отбирали для Victoria's Secret, конкретно для этого бренда, выходят в сумасшедшую, украшенном нижнем белье, естественно, чаще всего не таком, которое можно носить каждый день, и тем не менее, это шоу, которое собирает у экрана миллионы зрителей, чем оно характерно, тем, что девушки любуются даже не только на белье, но, честно говоря, чаще всего любуются на девушек, потому что девушки полуоголенные, они в нижнем белье, ходят по подиуму, все с очень красивыми фигурами и длиннющими ногами. И что интересно, на данный момент, и что я гласила в самом начале видео, теперь начали появляться протесты против этого шоу, даже скорее непонимание, потому что мир движется в сторону феминизма, а в первую очередь в сторону деобъективизации женщины. Если ранее девушку женщину позиционировали как объект сексуального желания, как девушку с грудью, попой и так далее и тому подобное, то теперь женщина, наконец, боровшись, получает в результате там равное количество оплаты, как и с мужчиной, и другие права, и она руководит, и она интересуется, она путешествует, она может говорить, и она умеет говорить, у нее есть мозг, и она его использует очень эффективно. И тут вдруг одновременно с этим нам опять показывают на экране девочек в форме, с красивыми попками и грудью, которые ходят в нижнем белье, которые улыбаются, и девочки мира начинают желать быть похожими на вот этих девушек, которые просто ходят по подиуму, да. И с одной стороны это круто, культ здорового тела, культ прекрасной внешности, ухода за собой, культ красивого нижнего белья, а с другой стороны, во взгляде большинства людей, которые протестуют против этого шоу, даже скорее не понимают его, это деградация, это однозначно, если даже не шаг, то несколько шагов назад от того, чего добивались женщины, все это время, если 100 лет, 150 лет назад, женщины даже не могли подумать о том, что они смогут равную оплату получать с мужчинами, руководить на каких-то позициях, что они могут сами зарабатывать деньги, ни от кого не зависит, то теперь у них все это есть, и одновременно с этим есть шоу, которое очень сильно объективизирует женщину. И вот она такая, женщина, во всем этом шоу, что интересно, что я пытаюсь донести, и частично я согласна по поводу этого шоу, хотя мне приятно смотреть на красивых девушек, естественно. Нет никакого элемента интеллектуальности, здесь только фан, и фан основанный на том, что красивые девушки полуоголенные ходят по подиуму. И да, это до какого-то момента круто, но потом ты понимаешь, что популяризация продолжается, вот этой глупенькой, ну казалось бы глупенькой, потому что никакого интеллектуального наполнения в шоу нет, девочки, которая улыбается, светит своей фигурой, бегает по подиуму, и этим она знаменита, классно все хотят ею быть, ну или многие маленькие девочки хотят ею быть. И это очень интересно, что для кого-то это пик мечтаний карьеры, ходить полуголой по подиуму в нижнем белье. И это интересно, что никакой интеллектуальной насыщенности в этом шоу в том числе нет. Нам не показывают, что она интеллектуальна, показывают, что она думает, что она выражает. Нам показывают, что она улыбается и смеется, и красиво выглядит. Даже эти же девушки Виктория Сикрет в обычной жизни, очень маленькое из них количество, на самом деле, являются лидерами мнений, затрагивают какие-то глубокие темы. Чаще всего и фотографии в их инстаграме точно такие же, полуголые, и точно такие же краткие фразы о жизни какие-то, или там просто какие-то «О, я побежала, ой, я вышла, привет, доброе утро, бла-бла, спокойной ночи». То есть фактически девушка позиционируется как девушка, которой не нужно думать, которой не нужно совершенствоваться, которой нужно родиться красивой, с длинными ногами, поддерживать себя в форме, и все у нее будет классно. И это один из путей, но это не единственный путь. И я понимаю, почему есть такая волна непонимания данного шоу и его актуальности в данном мире, в нынешнем мире, развивающемся. Поэтому именно сейчас я хотела бы открыть с вами диалог. И напишите, пожалуйста, в комментариях, как вы думаете, насколько оно актуально. Во-первых, смотрите ли вы шоу Виктория Сикрет? Нравится ли оно вам? Нравится ли вам позиционирование данного шоу? Считаете ли вы, что это уместно в нынешнем мире? Хотя, безусловно, все уместно. Можно делать все, что угодно, свобода прессы, бла-бла-бла. И тем не менее, мне интересно ваше мнение о том, насколько действительно сейчас нужно делать такие шоу. Насколько нужно продолжать популяризировать женское тело как объект внимания, как единственный фокус. Потому что очень грустно иногда, когда я слышу даже от интересных девушек о том, что там их мечтание или их мечты, или предел их мечтания, это быть, например, моделью Виктория Сикрет. Потому что для меня я не понимаю, как можно об этом мечтать как о конечной цели. Для каждого, естественно, свое. Мне очень интересно ваше мнение. Напишите его, пожалуйста, в комментариях. А мы с вами от таких более-менее легких тем переходим к достаточно такой серьезной, масштабной, которая затронула уже теперь весь мир, потому что все об этом говорят. Это sexual harassment. Это сексуальное насилие или сексуальное домогание, которое происходит, и которое поднялась, то волна поднялась, в принципе, с достаточно известного голливудского продюсера Харви Лайнстина, которого обвинили сразу несколько известнейших актрис в том, что в какой-то момент своей карьеры он к ним домогался. И оказывается, все, что все знали о том, что он это делает, что он на кастингах пытается так кастинговать девушек и отбирать. И, естественно, против него уже огромное количество исков, но это на нем не остановилось. И потом вся индустрия сполохнула просто огромным количеством подобных исков и заявлений. И известнейшие актеры тоже подверглись данным моментам, о которых мы можем знать даже, я думаю, что вы знаете Кевин Спейси, достаточно известный актер, на которого тоже уже подали заявление, что он домогался парня молодого в какой-то момент своей карьеры. Так вот, сейчас это все коснулось уже напрямую модной индустрии, потому что двух фотографов сразу. Это фотограф Брюс Вебер и Терри Ричардсон, их двоих обвинили в сексуальных домогательствах на съемках, ибо не их. И если Терри Ричардсон домогался, скорее всего, чаще всего по заявлениям девушек, то Брюс Вебер домогался мужчин. И вот эти два заявления очень громко сполыхнули в модном мире и подняли опять же волну того, что модели начали им успешно или не очень, начали признаваться, что их в тот или иной момент домогались. И это очень интересно, это грустно, безусловно, понятно, но с одной стороны это еще интересно тем, что в какой-то момент человек решает признаться. То есть не тогда, когда его домогаются, а когда ты уже достиг успеха и чувствуешь себя в безопасности. И вот такой момент я ощутила очень много именно с историей Харви Лайнстена, в которой многие известнейшие, уже очень успешные актрисы решили признаться, что их домогался Харви Лайнстен. И у меня вопрос, почему они раньше не признались? Понятно, что может быть страшно, но почему именно через 30 лет не страшно, через 20 лет не страшно, через 15 лет не страшно? Потому что ты что, уже у тебя есть какое-то имя, ты чего-то достиг? И я должна сказать, что это в принципе ужасно, что в этой индустрии столько всего замалчивается. Меня сильно обижает то, что женщины чувствуют, что они должны бояться и что это стыдно признаться в таком. Потому что это безумно страшно, что до сих пор все-таки мужчины в большинстве своем руководят в этом бизнесе и занимают те позиции, в которых они считают, что они могут домогаться женщины. И я очень грустно, честно говоря, видела интервью, мне кажется, нескольких актрис, не американских, которые говорили о домогательствах в их национальном кино. Но и одна из них вообще сказала, что это так прекрасно, ну что вы, если мужчина вас домогает, это же прекрасно, значит вы там желанны. Я такая, в смысле прекрасно? В смысле вы желанны? Кому приятно, если тебя в каком-то темном переулке на съемочной студии будут кто-то лапать? То есть я не знаю, кому это может быть приятно, какой это показатель красоты. Показатель красоты или там привлекательности, если тебе кто-то комплимент сделал, но однозначно не тот, кто тебя там схватил за любое удобное место. То есть я не понимаю, что в этом мире происходит. В мире, в котором до сих пор в данный момент столько всего уже пройдено, до сих пор есть вот это вот ощущение того, что мужчины могут себе все, что угодно позволить. Некоторые женщины даже считают, что это нормально. И многие из них, как оказалось, считают, что они могут признаться, не могут признаться, что им страшно признаться, что они из-за этого потеряют карьеру. И вот Брюс Уэббер, достаточно известный, очень, кстати, талантливый фотограф, которого обвинили в домогательствах, и уже не один парень молодой обвинил в домогательствах во время съемок. Я задумываюсь всегда еще вот о чем. Насколько можно отделить в голове то, что делает человек и его творчество от его как личности. Представь, у нас есть Кевин Спейси, талантливейший актер, насколько можно отделить то, что он классный актер, от того, что он кого-то домогался, если действительно домогался. Насколько можно отделить очень своеобразную, тем не менее, имеющую место быть, характеристику работ, творчества Терри Ричардсона, если вы знаете его работу, то вы понимаете, о чем я говорю. От того, что, в принципе, очень многие, на самом деле, долгое время знали, что он себя представляет и как он себя ведет на съемках по отношению ко всем их участникам. Можно ли отделить творчество от человека и отдельно воспринимать одно и восхищаться творчеством, но потом говорить, что человек ужасен как личность? Напишите, пожалуйста, в комментариях внизу, что вы думаете об этом. Потому что, в принципе, я безумно, естественно, рада, что поднялась эта тема. Но теперь есть ощущение, что всех обвиняют, что уже без разбору люди иногда обвиняют других людей в этой индустрии более, например, успешных только для того, чтобы подняться. И это такая безумная цепочка, в которой уже не можешь разобраться, кто прав и кто виноват. И от этого еще больше жаль, потому что могут быть действительно те люди, те жертвы, которые хотят высказаться. Их голоса можно не услышать во всем этом потоке. И как бы грустно это ни было на этом, я не хочу, наверное, заканчивать на этой точке. Поэтому, как обычно, мы делаем розыгрыш в конце видео. И в конце этого видео, в этом видео вы сможете выиграть следующий приз. Я уже от этого бренда кое-что разыгрывала. У нас еще одна коробочка Lime Crime. И в ней у нас, я просто постараюсь не высыпать, поэтому буду вам еще отдельно показывать. Это коробочка в стиле флешбек из 90-х, потому что у нас здесь есть, внимание, тетрис работающий. У нас здесь есть какие-то вкусняшки. У нас здесь есть несколько продуктов от Lime Crime. Потому что здесь есть палетка теней, очень в таком девочка-девочка стиле оформлена. И помада для губ, и множество других очень крутых штук. У нас даже здесь есть коробочки чупа-чупс. Поэтому Lime Crime, как всегда, удивляет своим пакетированием, что мне безумно нравится. Мне нравится такой маркетинг, который вызывает определенные чувства в связи с тем, что они запаковали. Так вот, чтобы выиграть все это, то, что я только что распаковала, я сейчас обратно спакую, нужно быть подписанным на этот канал раз. Дальше поставить лайк этому видео. И, кстати, все эти правила еще раз будут прописаны под видео. И последний момент нужно написать в комментариях внизу. Как вы считаете, в мире моды на данный момент, женщина, можно ли ее объективизировать, так как это делает Виктория Сикрет? Считаете ли вы, что Виктория Сикрет делает это правильно? Считаете ли вы, что имеет место быть такому показу или такому шоу, как Виктория Сикрет? Потому что мне безумно интересно узнать ваше мнение по этому поводу. И кроме всего этого, напишите, пожалуйста, к этому же комментарию свой ник в Инстаграме. Обязательно, чтобы там мы смогли в директ с вами сконтактировать и отправить, естественно, вам приз. Все. Мне кажется, теперь на сегодня это все. Я продолжаю держать в руках коробку, занимательную. Вам классного, крутого, вдохновенного, легкого, вашего, веселого, беззаботного дня.